Привет, друзья! Я Олеся Медведева, а вы смотрите новый выпуск Ясно Понятно блога на канале страны. Вчера в распоряжении нашего издания оказалось очень интересное, эксклюзивное видео. Записано оно было 24 августа, в День независимости Украины. В объектив камеры попал подвыпивший, но с виду весьма представительный мужчина. Отличился он тем, что предлагал полицейским, которые патрулировали правительственный квартал, оральные ласки. Поскольку мужчина не был буйным, но был однозначно пьяным, копы задерживать его не стали, но пообщались. Насколько понятно из беседы, мужчина нетрадиционной, скажем так, сексуальной ориентации. Поэтому, уважаемые зрители, далее я покажу оригинал этого видео, поэтому очень прошу вас убрать детей от экранов, если вы с ними смотрите сейчас этот блог. Помимо деталей своей половой жизни, мужчина в костюме еще и начал рассказывать, что он не последний человек в этой стране. Занимает пост, во-первых, замминистра экономического развития, а во-вторых, является советником первой леди, Елены Зеленской. На самом деле это оказалось не так, как говорил этот, ну скажем так, немолодой уже человек. Но к слугам народа, как оказалось, он все же отношения имеет. Мы идентифицировали этого персонажа, им оказался Ростислав Дзунза. Он работает помощником народного депутата от «Слуги народа» Нелли Яковлевой, а также является основателем союза католической молодежи и одновременно с этим защитником сексуальных меньшинств. Также, судя по его фотографиям в социальных сетях, он принимал участие в торжественных мероприятиях ко дню независимости Украины. Напомню, что было 30-летие юбилея. У него есть фотография как с президентом Украины Владимиром Зеленским, так и с первой леди Еленой Зеленской. В общем, сейчас о подробностях этой истории. Еще раз напоминаю, друзья, о том, что лучше убрать детей от экрана. Смотрите до конца и все станет, ух, ясно и понятно. Для начала я сейчас покажу это видео в оригинале. На фоне четко виден Кабмин, что это правительственный квартал Киев. Олексійович, чоловік каже, что хочет вызвать ***. А что, 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 давайте не будем шошокать, что, 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 что. Это в украинском языке шоша нема. Да, вот тут правильно, правильная думка. А вы звездки такие? Звідси, звідси. А что, тут у меня офис, а что. Любите чоловиков? Любите чоловиков? Да. А что? Только честно, жёнок, ну, как-то, ну, завтра жёнок, мне как-то, чоловиков люблю, чоловиков реально люблю. Я, ну, я собі так не придумываю, так как-то мне природа, чи что ты сказала? Ну, я не останняя людина в этой стране. Я заступным местом экономического развития Украины. Я ранок первой леди, розумеешь, я, ну, я уже, у меня тут есть деньги, у меня что делать, ну, я люблю человеки. Хлопцы красивые, вот такие. Тебе, да? Фу. Это ваш хлопец? Ну, он мне сегодня даст народ, но это не мой хлопец, но, ну, какие-то там есть, вы там, ну, не мой хлопец, у меня нет хлопца. Бувай. Да. Ну, дай мне, кто-нибудь народ дал, да? Да. Да. Дожди, надо ставить. Давайте разберемся, что это за человек такой. Ростислав уроженец Западной Украины. Его нынешняя должность глава правления бюро социологических и политических разработок. Сам себя же он представляет как общественный деятель. Судя по его социальным сетям в фейсбуке и инстаграме, он довольно часто посещает официальные мероприятия, довольно часто находится в кабинете министров и вообще вот в правительственном квартале. Еще одна должность Дзунзе – это помощник народного депутата от Слуги народа Нелли Яковлевой на общественных началах. Сама Яковлева – председатель комитета Верховной Рады по вопросам гендерного равенства. Как становится ясно из анализа персоны Дзунзе, тема эта ему очень близкая. Активную свою деятельность Ростислав проявляет и в церковной жизни. Он был основателем общественной организации «Союз католической молодежи». Отсюда же становится известно, что Ростислав – уроженец в Анафранковской области. Также он является основателем Киевского института гендерных исследований. Это благотворительная организация, которая занимается защитой прав женщин, а также сексуальных меньшинств. В фейсбуке он публикует фотографии, как он принимает участие в различных мероприятиях УГКЦ. Накануне Дня независимости он опубликовал фотографию, на которой видно, что он получил приглашение на ВИП-мероприятие в Мариинском дворце на День независимости. Важная персона. Ну, как говорит, не последний человек в стране. Вот есть и в Мариинском дворце фотографии. Фотографируется на сцене, где вскоре выступал Зеленский. Он в том же костюме, кстати, в котором и был на видео. Также вот, пожалуйста, селфи с президентом Владимиром Зеленским и Еленой Зеленской. Касательно ЛГБТ-сообщества, то Дзунза на своих страничках часто постит материалы организации «Киевпрайд». Ну и в прошлом году он принимал участие в круглом столе, который проводила Елена Зеленская с представителями общественности. И речь шла о предупреждении противодействий домашнего насилия. Вот, пожалуйста, Ростислав на мероприятии в маске с знаком отличия ЛГБТ, скажем так. У него есть и более красочные маски. Во время празднования Дня независимости в прошлом году он надевал. Судя по его ленте в Facebook, он, кстати, мог быть в составе делегации Владимира Зеленского, когда тот летал в Катар. Также он ранее баллотировался в Киевсовет от партии «Экологическая альтернатива». В общем, так сказать, со всех сторон развитый человек. Мы созвонились с Ростиславом и попросили у него прокомментировать это самое видео, где он рассказывал о своих, скажем так, половых предпочтениях и говорил, что не последний там человек и все дела. Дзунза заявил, где такое видео опубликовано. В Телеграм-канале разные видео могут быть опубликованы. Ну, мог быть выпившим. Это же был праздник. Ну и что, 24 августа был большой праздник. 30 лет в стране. Все праздновали, все были веселые и могли говорить, что хотят. Я не вижу здесь никакой проблемы. Если я вас чем-то обидел, я извиняюсь. Не понимаю, почему вы тратите на это свое время. Наши журналисты как бы задали ряд уточняющих вопросов о том, что он там на видео предлагает кое-что полицейским. На что Дзунза ответил. Каждый человек имеет право предлагать другому человеку, который достиг 18 лет, что угодно. Интересный, конечно, такой поворот событий. Очень интересный человек, как мне кажется, да? Далее он отрицал, что является советником первой леди. Ну, перестаньте, это реально фейк, такого нет. Я то видео не видел и видеть не хочу. Я не являюсь помощником первой леди, тем более ее советником. Для чего первой леди советники? Также неправда, что я помощник депутата слуги народа. Я не имею никакого отношения к политическим партиям. Я общественный деятель, член многих общественных организаций, католических, христианских, проевропейских, разных платформ. Ну, как видим, здесь Дзунза однозначно соврал, потому что на сайте Верховной Рады говорится совсем другое, что он является помощником народного депутата от слуги народа. Какие-то выводы из этой ситуации, друзья, на самом деле сделать сложно. Здесь вроде как все очевидно. Лучше вы, друзья мои, напишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Может ли так себя вести вообще в принципе на улице, я уже не говорю о том, что с правоохранителями, человек, который причастен к разным властным структурам, а также является помощником депутата провластной партии. Как мне кажется, опять же таки, это мое личное скромное мнение, это полное моральное разложение и деградация. А что вы думаете по этому поводу, пишите в комментариях. На этом у меня пока все. С вами была я, Олеся Медведева. Ясно, понятно, блог на канале Страна Юэй. Чтобы не потерять друг друга, обязательно подписывайтесь на наш канал и нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Совсем скоро с вами обязательно увидимся снова здесь, на нашем канале. Пока!